Этот человек с щукой – Емеля. И хоть он похож на сладость, создан персонаж из пластика с помощью 3D-ручки. Его ученики младших классов в Новоалтайской СОШ номер один нарисовали в рамках отборочного тура Всероссийского конкурса по моделированию. Такое масштабное соревнование проводится в Алтайском крае впервые. И задания здесь действительно непростые. Ну, сложности было поприсоединить дужку к этой самой щуке. Надо было под именно таким углом, чтобы была симметрия. И получилось все круглое. Тем не менее, сложности участники решают с лету. Особенно ученики этой школы. Ведь здесь есть специализированный кружок 3D-моделирования, где присутствует все необходимое оборудование и опытные преподаватели. Наши ребята участвовали во многих соревнованиях и их уровень заметили. И когда я вышел на представителей в Петербурге, они дали доброс, сказали, что мы соответствуем их критериям. И нам предоставили это право проводить соревнования. И пока младшие классы рисовали персонажей по мотивам сказок, ребята постарше демонстрировали свои навыки в создании 3D-моделей в специальных инженерных программах. Некоторые учащиеся проектировали проезжую часть инфраструктурой, а самые опытные – трансформеров, как в одноименном фильме. Мы распределились задачи. Я делаю раму, ну, соответственно, тело робота, трансформера. А мой друг делает корпус машины. Ну, то есть капот, кабину, бампер. А как вы это соедините потом? В компасе можно создать сборку, в которую можно добавлять разные отдельные детали. Мы их компонуем. Кроме того, необходимо сделать чертежи нарисованных деталей, как это подобает настоящим инженерам. А если время позволяет, то можно распечатать работу на 3D-принтере. За это добавляют баллы. Набравшие наибольшее количество очков в своих возрастных категориях, отправятся в апреле на всероссийские соревнования в Ханты-Мансийск. Всего таких умников по итогам регионального этапа – 6 юниоров. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok